Андрей, поговорим о текущей политической повестке, о предстоящих осенью выборах и других темах. Может быть, давай сразу начнем с выборов. Как ты считаешь, вообще эти выборы можно считать, что пройдут в какой-то конкурентной борьбе? Или все пройдет, как по обычному сценарию, будет основной кандидат и какие-то там, не знаю, пару лесников, условно говоря? Прошу прощения за такое выражение. Нет, ну, во-первых, лесник это у нас устоявшееся выражение, причем, как это незабавно, произошедшее именно из башкирской политики. Вот все началось с этого министра лесного хозяйства, которого Муртазия Губайдуловича выставляли в качестве некого соперника, такого фейкового. Но то, что касается выборов 8 сентября, здесь, конечно, интрига вторичного порядка, пожалуй, что. В том смысле, что сейчас больше вопросов возникает, а кого выставят вот этими вот, берем в кавычки, конкурентами Хабирова. То есть, причем мне, как политтехнологу, пришла в голову одна неожиданная мысль вчера буквально, вот какая. Значит, если выставляются совершенно смехотворные или какие-то тошнотворные персонажи, ну, то есть, даже очевидно неприемлемые для должности главы республики, то действительно перед избирателем встает вполне себе резонный выбор. Ну, неужели мы вот какого-то клоуна там или совершенно человека, одержимого какими-то бесовскими идеями, значит, изберем на пост главы республики, когда у нас есть, ну, какой-никакой освой вот этот вот самый Хабиров, которому, конечно, куча всяких претензий, но тем не менее. Согласитесь, ну, психологически это однозначный выбор, да ведь? И вот что-то мне подсказывает, что именно этим путем в этот раз и пойдут. Потому что появись маломальски адекватный, убедительный кандидат, неприятие Хабирова так высоко, что этот кандидат автоматически может получить очень много голосов. Даже со скидкой на то, что выборы будут контролироваться. Абсолютно, да. В том-то и дело, что контролироваться они будут, конечно, там будет вот эта вот корректировка результатов и прочее, и прочее наше традиционное занятие на выборах, но ведь в том случае придется корректировать существеннее. То есть, вот берем гипотетический вариант, значит, вот бац, и там 45%, 40% получает вот этот вот какой-то кандидат. Ну, это недопустимо в нынешних реалиях, потому что у нас сейчас вот эти вот согласованные кандидаты должны получать, ну, цифры там 7-0, 8-0. Никаких там 55%, 52% не может быть, потому что это не единогласная поддержка народа. Мы же сейчас живем в условиях абсолютного единогласия, соответственно, ну вот. И трудозатраты, сложности корректировки результатов выборов, ну, в случае, если там будет там 40 или даже 30%, например, за кого-то совсем не Хабирова, ну, зачем им такое нужно? Кроме всего прочего, существует еще и объективный анализ выборов, я имею в виду, когда федеральная власть, федеральные органы снимают реальные результаты выборов для внутреннего понимания. Они, конечно, нигде не публикуются, но, тем не менее, эта цифра очень четко всегда отслеживается. И, конечно же, например, тому же самому Хабирову здесь очень невыгодно, чтобы федералы знали о том, что у него там, например, поддержка там всего-то каких-нибудь 40%, а то и меньше. Конечно, нет. Тут все обманывают всех. Вот такая игра. Я правильно понимаю, что ожидать кого-то типа Раиля Сарбаева, там, условного, не знаю, может быть, даже Рафиса Кадырова, которые всегда традиционно как-то заявляли, по крайней мере, о своих амбициях, не приходится на этих выборах. Ну, будучи лично знакомыми со всеми вышеперечисленными товарищами, я могу ответственно утверждать, что ни тот, ни этот, конечно, на этих выборах не появятся. Вот персонально Сарбаев или Кадыров в этот раз не появятся. Я вполне допускаю, что в Кремле играют игру, определенную сейчас игра, это называется внезапный проигрыш. Ну, в свете последних событий и то, что мы видим, то, что происходит сейчас в России, вот после окончательного утверждения Владимира Путина на очередной срок, мы видим, что началась череда определенных мероприятий и манипуляций, которые должны подтвердить, что, ну, Путин жив, Путин будет жить. Ну, то есть, что это не какая-то мумифицированная персона, вот просто он там был и остается. Нет, значит, что вот Путин активно действует и предпринимает разные неожиданные шаги. И в том числе вот этот сценарий, о котором я говорю, он вполне вероятен в том смысле, что в каком-то из регионов, не будем говорить, что это Башкортостан, внезапно, казалось бы, фаворит вчерашнего дня проигрывает выборы и приходит кто-то другой. Тем самым будет иллюстрировано, ну, немыслимый уровень демократии и избирательных, значит, возможностей в Российской Федерации. Потому что, ну, вот это уныние и апатия от российских выборов, они уже довольно основательно поселились в аналитике Кремля, в аналитике администрации президента. То есть, никто уже, в общем-то, и не спорит с тем, что действительно население очень так безразлично относится к выборам, а это никак не на руку. А что на это может указать? Какой признак, что, допустим, в нашем регионе именно такой сценарий может случиться? Ну, один из показателей к этому – это очень низкий реальный рейтинг Хабирова среди населения, именно среди обывателей. То есть, мы не берем группу, социальную группу чиновники, мы не берем социальную группу, значит, сторонники партии «Единая Россия», мы берем широкий круг населения, который испытывает Хабирову различную гамму негативных чувств от безразличия до какой-то совершенно горячей ненависти. На каком основании вы говорите вот об этом рейтинге? Ну, во-первых, существуют определенные исследования, которые, скажем так, недоступны всем, но некоторым. Да, значит, во-вторых, существует анализ, вот, слава богу, существуют социальные сети, и по ним как раз, как бы это ни звучало абстрактно, но по ним можно брать достаточно репрезентативные выборки и результаты, потому что, хотя бы потому, что это большие массы. Ну, то есть, ни один опрос не может выйти там за рамки, там, 5-7 тысяч человек. То есть, это технически очень сложно, я имею в виду такие вот качественные опросы. А тут можно оценивать, хотя и поверхностно, но достаточно убедительно можно оценивать, ну, там, десятки и сотни тысяч человек. То есть, основания полагать, что рейтинг низкий, конечно, есть, безусловно. И, ну, вот, это первый фактор, почему этот эксперимент может состояться в Башкирии. Второй фактор, ну, на мой взгляд, это, как ни странно, это, ну, чрезвычайная важность региона для России. Потому что, ну, произойти такое где-нибудь в Бурятии или в Алтайском крае, это не даст такого педагогического эффекта для населения. Ну, да, где-то там в Бурятии какие-то, значит, непонятные люди что-то там не избрали своего говернатора, а пришел какой-то другой и совершенно на него такой же похожий. Ну, я фантазирую, на самом деле, на этот счет, потому что мы пока не понимаем концепции самого Хабирова. У него электоральный опыт, ну, минимальный, на самом деле, то есть то, что с ним случилось в 19-м году, назвать-то выборами особенно нельзя. Ну, там, по-моему, 72%, да, у нас? Да, он тогда переплюнул Путина, что вызвало достаточно такую раздраженную реакцию в Кремле. То есть в тот момент Хабиров, ну, по утверждениям его Центризбиркома, был популярнее Путина в Башкирии. Это, конечно, не упустимая ошибка. Это была недоработка, скажем, мягкая. Ну, да, но тут не успели нажать на тормоз, то есть когда вот начали вот это крутить, этот барабан, значит, ну, тогда ребята были в таком, они ажиотаже, они были немножко в эйфории, вот это вот, значит, они кричали, что Башкирия наш, там, и прочее, прочее, то есть не смогли совладать. Я думаю, что сейчас совладают, конечно, они будут четко отслеживать вот эти результаты и будут их правильно записывать, но, тем не менее, фактор непопулярности Хабирова, конечно, для него, ну, достаточно угрожающий. Ясно. Вопрос от нашей аудитории, как раз по выборам. Про какие выборы вы говорите, забелин разошлет в тихие проценты, какие должны быть, и все, никто даже не дернется. Согласны с этим? В определенном смысле, да. То есть вы, вот наш, значит, слушатель, зритель описал реальную картину, которую он видит снаружи. Это правда так. И так давно, на самом деле. То есть это не Забелин придумал и даже не Хабиров придумал. А вот, как ни странно, современные российские выборы, они состоят из двух компонентов. Это внутренний и внешний компонент. Внешний, да, это то, что мы слышим в отчете Центрисбиркома. В конечном итоге Элла Александровна выходит, смахнув скупую слезу, сообщает, что, значит, там, сколько там за Путина пригласовало? 92, да? Не помню. Уже не помню. Ну, что-то такое совершенно фантастическое, то есть, вот. И это внешняя сторона, вот то, что видит наш слушатель, и то, из чего он делает эти выборы, что, как говорится, голосуй, не голосуй, все равно получаешь Эллу Александровну. Но внутренняя кухня, она, на самом деле, не менее важна. Потому что вот сейчас, так как у нас федеральное государство, у нас есть очень сложная система власти и очень сложная система взаимодействия региональных и федеральных властей, остро стоит вопрос понимания федеральными властями ситуации на местах. Ну, вот, например, тот финт ушами, который проделал дорогой Ради Фаритович с Владимиром Путиным, когда убедил его в своей эффективности баймахской истории, говорит о том, что вот, ну, на тот момент федеральные власти не имели достоверной информации, там, о событиях. Вот. И, соответственно, конечно, они очень заинтересованы. И вот эта внутренняя кухня выборов, она очень важна. То есть, на самом деле, да, существует некое принуждение там бюджетников ходить, голосовать, фотографировать там бюллетни, присылать начальству. Есть там некие агитационные эффекты, когда там действительно людей в чем-то убеждают, я этого не отрицаю. Существуют некие мотивационные механизмы, когда приди на выборы, выигры Жигули и прочее, прочее. Но, тем не менее, учитывая массовость, характер массовости вот этого события, то есть 3 миллиона человек в один и тот же день, ну, теперь в 3 дня, идут голосовать, проконтролировать всех нельзя. И вот это вот истинное волеизъявление, которое видят только члены избирательной комиссии в закрытой комнате, оно очень важно для понимания федералов. Потому я бы вот так вот не упрощал, что голосуй, не голосуй, ничего не получается. А в конечном итоге мы, тем не менее, кому-то все равно свой голос демонстрируем. Это звучит, конечно, убогое, но, к сожалению, это вот так вот сейчас. Я к тому, что я не очень разделяю вот эти вот упаднические настроения, что давайте не будем ходить. Это работает только тогда, когда давайте не будем ходить все. Но, к сожалению, у нас куча бюджетников, куча подневольных людей. Есть довольно существенный процент людей, потерявших разум и голосующих за что-то совершенно безумное. Потому единства не получится пока на данный момент. И неучастие в выборах, по сути, это пассивная сдача в плен. Ну, подняли ручки или опустили ручки, скажем так. Как вы оцените настроение среди башкир, особенно на юго-востоке республики, после байманских событий? Могут ли они как-то повлиять на выборы, преподнестись в какой-то сюрприз радио Хабирова на выборах? Ну, эмоциональный настрой, конечно, очень негативный. Ну, то есть, я уже много раз говорил о том, что Хабиров человек поразительный. Его способность конфликтовать с любыми категориями и группами граждан, она совершенно феноменальна. То есть, он смог поссориться даже с этнически собственным народом. Ну, я имею в виду по национальному признаку. Считается, что он башкир. И вот вернувшись в какой-нибудь 18-й год, конец 18-го года, мы помним, с каким восторгом именно башкирская общественность, именно люди, которые ассоциируют себя с национальностью более обычного, скажем так, с каким восторгом они воспринимали приход Хабирова, истинного башкира на пост главы. И какой негатив сейчас он вызывает именно в такой вот башкирской среде, это, конечно, небо и земля. То есть, отдаем должное способностям Хабирова рассориться с собственным народом. Я отвечу на вопрос. На Юго-Востоке, конечно, внутреннее раздражение от Хабирова несколько выше, чем на других территориях Башкирии. Но способно ли вот это раздражение вызвать какую-то организованную силу, то есть, организовать там грамотное наблюдение, может быть, или протестное голосование, что-то в этом роде? Категорически нет. И тут дело не в наличии и отсутствии вот этого раздражения, а в том, что у нас сейчас технически не просматривается перспектива возможности хоть какой-нибудь организованной деятельности на выборах. То есть, у нас, ну, в общем-то, абсурд дошел до определенного уровня в том смысле, что у нас и партия власти-то, собственно, не может организовать таких вот массовых и существенных процессов на выборах. Ну, я имею в виду, что даже имитировать некое наблюдение, а ведь Единая Россия регулярно на выборах выставляет наблюдателей. Да, но о них что-то не слышно, что какие-то они там протесты заявляют. О чем мы и говорим? Что мы не видим даже заявления о технических ошибках, я уж не говорю там о злоупотреблениях. А вдруг какой-нибудь коммунист где-нибудь злоупотребил, где-нибудь в Нефтекамске, говорится там, подговорил всю свою родню там голосовать и прочее. Мы даже этого не слышим. Я к чему? К тому, что сейчас ситуация внутри гражданского общества такова, что даже партия власти не особенно эффективно может инициировать какие-то вот такие вот массовые процессы, как, например, наблюдение на выборах. У нас в Башкирии 3364 избирательных участка. То есть, ну, худо-бедно нужно мобилизовать как минимум 6600 с лишним наблюдателей, а вообще-то больше. Есть там запасные замены и так далее по технологии. Так что вот, нет, ответ мой нет. И заявить, по-моему, надо месяц до выборов, если не ошибаюсь. Да, там еще куча сейчас ограничений по поводу наблюдений. Хорошо. Ну, вот касаясь темы выборов, не могу не поговорить о Диларе Гундоровой. Вы про нее уже несколько раз говорили на своем канале, но я все-таки хочу вас спросить сейчас, здесь и сейчас. Есть ли у нее какие-то шансы на предстоящих выборах? Технически никаких. Ну, поясните, почему... Не, я имею в виду... То есть, вообще в бюллетень не попадет? Дилара Закуановна проделала огромный путь за последние месяцы, с того момента, когда она возникла, вот так вот феерически возникла в политическом поле республики, на момент ее появления она была свято уверена, что главу региона назначает президент. С тех пор она прочитала несколько умных книг, судя по всему, избирательный кодекс, конституцию Российской Федерации, видимо, ознакомилась с конституцией республики и выяснила, узнала с удивлением для себя, что оказывается, ну, по-другому немножко формируется высшая власть региона. У нее нет никаких шансов быть выдвинутой какой-либо партией, имеющей право на выдвижение кандидата здесь, в республике. Это ставит точку на всех ее стараниях. Да, согласен. Если никакая партия не выдвинет, то и не случится ничего. Но вот последний раз, когда мы с ней общались, она говорила, что вроде бы договорилась с федеральным руководством партии Гражданская инициатива, но правда здесь в республике региональное отделение отказывается. Вот этот какой-то, не знаю, этот момент можно разрешить или тоже невозможно? Я как раз-таки вот об этом и говорю. Я очень много взаимодействовал с всеми политическими партиями за, ну, как сказать, мою карьеру политтехнолога, да, то есть участвую во всех выборах и прочее. Я прекрасно понимаю структуру формирования здесь вот этих партийных ячеек, вот этих, ну, я называю их вторичными партиями, пускай они не обижаются, да, то есть вот... Можно назвать непарламентские. Непарламентские партии, ну, да, непарламентские партии, непарламентские выражения. Так вот, вот эти непарламентские партии здесь представлены людьми, глубоко зависимыми от действующей региональной власти. Так было и есть всегда. То есть все эти люди напрямую или косвенно завязаны на местные органы власти. И мотивация их здесь быть лояльными к местным властям существенно выше, чем мотивация быть руководителями этих небольших, незначительных отделений маленьких партий. Вот и все. Такая структура была сформирована еще при Рахимове. Это было очень понятно, просто и очень эффективно. То есть вот есть маленький человечек, не будем никого обижать, название не называем. Он руководит этим маленьким отделением, в котором формально состоит 15 человек на всю Башкирию. Отделение создано только для того, чтобы было. По федеральному закону нужно иметь 54 отделения по стране минимум. Все. Он на самом деле ничего не делает. Он не получает почти никакого финансирования от партии. Ну, максимум, что происходит, ему, например, арендуют какую-нибудь комнатку в каком-нибудь офисном центре в качестве офиса этой партии. Все. Он даже там булавки и ручки покупает за свой счет. Работа, как правило, никакая не ведется. Но при этом он очень качественно и тесно аффилирован с местными властями. Он имеет какие-то небольшие плюшки, какие-то небольшие, значит, возможности и так далее, и так далее. То есть и вот приходит час икс, и мятежные дела Розакуановну врываются к нему в офис с криками «А давайте переустроим мир!» Он говорит, да, в общем-то, я не против. Звонит начальству Москву и говорит, вот тут у меня есть хороший ряд. Да, добро. Ему говорят, а что? Ну, конечно, мир надо переустраивать, особенно в Башкортостане, и срочно. Дела Розакуановну уже поделилась с вами, разив тем, что у нее почти победа в кармане, но потом этот маленький человечек по своему обыкновению ковыляет в Белый дом на регулярный прием в управление внутренней политики. Ему говорят, слушай, ну, а ну, цванцех и ферузипцех? Зачем это нужно? Подумай о детях. И он возвращается и говорит, знаете, дела Розакуановны, мы тут с однопартийцами обсудили, мы, пожалуй, будем против. Мы передумали. А Москве, по большому счету, все равно. То есть, они отзвонят в Москву, скажут, что-то у нас тут не склеится. Они говорят, да ладно, что ли.